Ам-ам, девочка кушает, да, ложечка? Настя тоже начинает ложечки кушать. Маленькая Настюша активный и любознательный ребёнок. Она готова часами играть в куклы, рассматривать книжки и слушать мамин и сказки. Малышка с удовольствием играет в мяч, пытается бегать и даже произносить слова. Всему этому девочка научилась за последние полгода. В полтора месяца малышке поставили диагноз симптоматическая эпилепсия, дисплазия левого полушария. На деле это означает сильную головную боль, постоянные приступы. Ни о каком развитии ребёнка не было и речи. Когда Насте исполнилось два года, стало ясно, бессрочной операции не обойтись. В России такое хирургическое вмешательство не проводят. Операция в немецкой клинике стоит более 2,5 миллионов рублей. От этих денег зависела детская жизнь. В семье таких средств не было, и родители девочки обратились в РУСФОНД. Собрать необходимые средства помогла московская компания и телезрители ГТР Кабрянск. Операцию мама Насти Светлана называет вторым рождением малышки. Была проведена в Германии шунг клинике операция по отсечению левого полушария. Она была полностью поражена, и спасать там было нечего. Ещё бы немножко, и в опасности уже было всё правое полушарие. После операции, слава богу, приступы исчезли. Ребёнка прошли все боли, недомогания. И сейчас очень позитивный, активный ребёнок, энергичный, который очень сложно задержать дома. Она уже очень многое понимает, просится на улицу. После операции малышка начала активно развиваться. Теперь каждые три месяца ей необходимо консультироваться у немецких врачей. И если в дальнейшем всё будет благополучно, девочке не понадобится повторная операция. Поддержка телезрителей ГТР Кабрянск помогла и трёхлетнему Мише Заикину. Всё, крышу теперь можно. Сейчас нужен ещё больше. Сейчас Миша уверенно собирает из конструктора дома, самолёты и автомобили. Мальчик научился уже самостоятельно рисовать, с удовольствием вместе с отцом играет в машинке. А ведь ещё недавно, без помощи родителей, малыш был не способен что-либо делать. Его диагноз – акушерский паралич левой конечности. Это означает, что он даже не мог просто пошевелить своей маленькой ручкой. Русфонд и телезрители, государственная телерадиокомпания «Брянск» помогли собрать средства на операцию в Ярославской клинике. «Пересадку мы сделали. Лучше не есть. Поднимает руку, сгибает её. Покажи, как ты, машинка. Вот, видишь? Раньше не мог. Но всё равно, как бы, за счёт правой. Ну, хоть так-то так». Впереди ещё контрольные приёмы и реабилитация. Но Миша на успехе отмечают и воспитатели в детском саду. Он любит лепить зверушек из пластилина и не капризничает, даже если что-то не получается. Миша очень хочет полностью выздороветь. Родители малышей очень благодарны всем, кто оказал им помощь. Совместная акция Русфонда и телерадиокомпании «Брянск» продолжается. И сейчас на лечении в Московском институте челюстно-лицевой хирургии находится маленький Арон Фаустов. Малышу будет проведена операция, средства на которую помогли собрать и наши телезрители. Екатерина Морозова, Сергей Севастьянов, Вести Брянск.